Меня зовут Дмитрий Жарий, я работаю в компании PAM Systems и мой доклад будет посвящен одному моему проекту, который, возможно, я очень этого хочу, поможет вам в работе с записью page-objects. И давайте немного обо мне. Вот моя история. Почему я тут стою, почему я рассказываю о чем-то, о веб-драйверах в роли докладчика. Я начал свою карьеру 7 лет назад и начал я с роли мануального тестировщика. Видите, вот это я с большими руками. Потом волею судьбы меня переместили на автоматизацию на том же проекте в силк-тесте. С силк-теста и с той автоматизацией, с той командой, с тех подходов я выбрал очень много знаний, очень много практики, которые я, в принципе, на конференциях и делюсь уже на протяжении нескольких лет. Ну и потом, опять же волею судьб, раньше я гордо называл себя автоматизатором, чисто автоматизатором. Сейчас я гордо называю себя тестировщиком. И автоматизацию я рассматриваю как один из инструментов, который я использую непосредственно в тестировании. А занялся я больше вот таким эксплоритори, неформальным тестированием, которое помогает просто без наличия спецификации, без информации с разных источников по крупицам собирать и каким-то образом тестировать продукт в очень далеком от меня предметной области. Ну и автоматизация как бы тоже мне в этом помогает. И знание кода C-Sharp и SQL и тому подобное помогает просто в моей работе. С этим я работаю сейчас. Кто я? Да, ну, как я уже говорил. Вот он я, вот тут еще есть. Вы можете, если вас заинтересует то, что я расскажу сегодня, вы можете с мной связаться по имейлу. Самый лучший вариант. А также еще лучший вариант – это найти мой блог, в котором я иногда пишу что-то полезное. И, и, и. Вот сейчас пошел такой тренд – это рисовать своих птичек к Твиттеру. К сожалению, она сейчас внизу находится в самом. Она специально внизу, потому что было нарисовано в виде динозавра. Ну, как бы я пытался нарисовать птички, получился динозавр. Вот. И как бы в Твиттере вы можете тоже подписаться, зафоловать меня. Я там, я в Твиттере делюсь техническими ссылками. Но давайте все-таки перейдем к делу. Непосредственно я хочу рассказать, о чем же будет этот доклад. И прошу прощения, коллеги. Ладно, давайте я расскажу вам просто какую-нибудь историю. Вот. С чего начинается история? Две команды решили автоматизировать одно и то же приложение. Это история выдуманная. Значит, сразу не надо меня за уши тянуть, запритянутые за те же уши факты. Вот. Это выдуманная история. Просто хочу проиллюстрировать некоторые, некоторую историю, собственно. Значит, первая команда – это команда так называемых record and play тестировщиков. Они обычным образом пишут тесты в бот-стиле. То есть это стиль вот такой вот драйвер, find element, by test selector и тому подобное. То есть у них весь код однотипный и код написан в таком стиле. Следующая команда – это команда фреймворка вводов. Фреймворка вводов. Вводы, в чем у них проблема? Они пытаются разработать мега-крутой фреймворк, который там все абсолютно подключаемый, с плагинами и тому подобное. Но вот, да, вот они пытаются это сделать все это время, значит, да, венец инженерной мысли. Вот. И что каждая команда делает? Как приступила к работе команда record and play? Ну, они потратили очень мало времени на то, чтобы выбрать инструмент. И на то, чтобы определиться, почем они будут гонять под Visual Studio и Clips, либо они будут генерировать там Ruby код при помощи, или Python при помощи тех же самых середневый ID и Builder. Они записали быстренько тесты. То есть у них был какой-то набор мануальных, обычный сценарий. Есть набор мануальных тестов. Мы запишем, ну, накликаем все это дело при помощи того же Builder и сгенерируем, например, эти тесты вот в Java, например, или в C-Sharp. Да, вот они сгенерировали тесты и добавили возможность просто такую, чтобы запускать тесты на других машинах. Это все, что они делали. И вот как выглядит их работа в моей смоделированной ситуации. Тут я хотел бы объяснить. Есть такая линия смерти. Вот она, Deathline. Значит, и команда фреймворка, то есть команда record and play, это синяя вот эта прямая, значит, они очень быстро пересекли эту линию смерти. А что эта линия смерти значит? Это то время, когда есть повышенный риск того, что наш проект автоматизации просто могут закрыть, потому что он ресурсы потребляет, а пользу не приносит. Вот, соответственно, прямая эффективность и время. И, следовательно, вот эти вот record and play, те люди, которые писали при помощи Selenium ID, и в это время приложение само было под тестом стабильное, они очень быстро пересекли эту линию и начали приносить пользу. Уже все, менеджмент начал видеть, что вот да, вот есть польза. Разработчики и другие тестировщики. Вот, но в будущем их ждало очень неприятный момент. Случилось какие-то изменения, которые сломали весь код автоматизации. Ну, предположим, была такая ситуация, что из чистого jQuery HTML перешли на AngularJS или на EmberJS или на, что там, на нокаут, например, вот так. И все ID-шники, вся верстка у них полетела, хотя интерфейс остался таким же, в принципе, и ничего в логике не изменилось. Но так как их тесты были пропитаны непосредственно вызовом веб-драйверов, использованием локаторов, то эти тесты все упали. С этими, ну, локаторы повлекли, смена локаторов повлекла за собой падение всех тестов. И тут команде record and play нужно опять устанавливаться с нуля и точно так же перезаписывать все тесты. И опять они находятся… Опять они находятся… Так, секундочку. Опять эта команда находится вот в той линии, которая вот… Линия смерти, которые могут закрыть. Что сделали фреймворководы в это все время? Выбрали инструмент автоматизации. Ну, пусть это будет Visual Studio, Eclipse, там еще что-то, Sublime и тому подобное. Вот надо было потратить время на хороший фундамент. И действительно это очень важно. То есть надо, чтобы архитектура была, структура была правильная. И вот это было сделано, на это было потрачено время. Разработано опять же соглашение. Кто будет тест писать, как будет тест писаться, по какому шаблону, с какими практиками. Ну и были записаны, предположим, использовался page object уже, все-таки фреймворк, мега крутой. Значит, использованы были page object и был создан свой базовый модуль отчетности. Мне кажется, его все делают. Значит, хоть как-то. И к чему это привело? К тому, что пусть когда-то в будущем, когда у нас все… Ай-яй-яй, что-то творится. Так. Так, еще раз отождем появления. Пусть когда-то в будущем, когда у нас тут все тесты упадут, мы быстро восстановимся. Ну, может быть, чуть подольше. Но мы очень довольно быстро восстановимся. Почему? Потому что, когда тут все тесты из-за локаторов упали, мы правим только page object. А тесты и вся бизнес-логика остается как есть. То есть нам нужно просто перезаписать только часть фреймворка, только page object. И дальше идти так, как мы шли в развитие. То есть применяя переиспользуемый код и тому подобное. Но тут есть проблема. На это все дело, чтобы такую структуру придумать, нужно это время затратить. И в этот момент есть очень большой риск того, что могут непосредственно закрыть автоматизацию, потому что она не приносит долг длительное время, не приносит какого-то видимой эффективности. То есть что-то кто-то там разрабатывает, что-то делает. И вот как раз вопрос, как сократить время смерти. Ну, наверное, это очевидно. Нам нужна готовая архитектура. То есть, как говорится, не изобретайте велосипед, но возьмите уже придуманные решения, как этот велосипед разработать. Общепринятые практики. Опять же на форумах, сейчас на хабре, сейчас очень много. Паттерны проектирования, опять же, те же самые. Есть очень много чего описано. Хорошие инструменты. Вот это, мне кажется, одно из очень больших проблем, и я предложу сегодня свое решение. Почему хорошие нам инструменты нужны? У нас есть FirePass. Конечно же есть. Кроме там FirePass, предположим, нет, там есть какой-то FireBug Lite. В Internet Explorer у вас XPath очень сложно дебажить, например, так. И почему я как бы как автоматизатор должен каждый использовать кучу раз Ctrl-C, Ctrl-V для того, чтобы нужный локатор попал наконец-то в мою автоматизацию. Ну и да, еще один вариант – это начать со смок-тестов. То есть для того, чтобы сразу показать то, что наши тесты приносят пользу, давайте хотя бы не сложные тесты будем запускать, а будем запускать смок-тесты. И вот она повестка, самая настоящая на сегодня. Я предложу вам инструмент, от которого вы не сможете отказаться. Это SVD Page Recorder. Вот SVD или SWD, как я называю. На самом деле он расшифровывается как Selenium Web Driver. Вот просто так придумалось. Значит, это инструмент, который поможет записать PageObject, который содержит в одном флаконе ну все, что, по крайней мере, было нужно мне. Следующая штука – это SVD Starter Kit. Который поможет проиллюстрировать работу непосредственно самого инструмента. Это фреймворк для фреймворков, то есть просто базовый код, в котором есть немного хороших практик, и которые, в принципе, можно запустить уже сейчас. Ну и демо. Что такое PageRecorder? На самом деле я его… Началась разработка PageRecorder инструмента, который умеет записывать локаторы из браузера и генерирует PageObject. Началось все с того, как я ответил, ну как я, получается, провел эксперимент и получил хороший результат. Может ли десктопное приложение, которое вот изображено тут, сконнектится непосредственно с браузером и общаться непосредственно вот с этим браузером, выполняя некоторые команды. И получилось, что может. В данном случае вот это десктопное приложение инжектит код JavaScript, когда это нужно, и тут появляется форма, при помощи которой можно найти и записать локатор. Я покажу потом на демонстрации, на видео, как это работает. Что есть еще? Да, и между прочим, X-PAS-ы тут генерятся автоматически, но их потом можно поправить. В сложных ситуациях, конечно же, X-PAS-ы не самые лучшие получаются, но они не отстают от того, что дают Chrome и FirePath. Это можно самостоятельно попробовать потом, когда появятся слайды. Если вас не устраивает X-PAS или локатор, его можно отредактировать. В приложении поддерживаются CSS и линки, HTML-ID, значит, все, ну, в принципе, все локаторы, которые поддерживают Selenium. И тут вы можете его отредактировать, изменить его, ну, либо отредактировать X-PAS, либо сменить его тип на CSS, например. И вот, например, в Internet Explorer очень сложно с X-PAS-ом, значит, его как бы сложно редактировать, потому что не поддерживается такая функциональность в Devolver Tools. Но через Page Recorder можно это сделать, можно его продебажить. И как его продебажить? При помощи инструментов тестирования. То есть на самом деле вот это приложение, оно соединяется с браузером посредством самого WebDriver и тестирует WebElement, которые тут описаны. Приложение также при помощи WebDriver. То есть я даю гарантию 99% то, что локаторы, добытые при помощи Page Recorder и протестированные в нем, они будут на 99% и 9 десятых работать в ваших тестах сразу же просто. Да, и опять же поддерживается, если вам не нравится тот предоставлянный дефолтный X-PAS, вы можете сменить тип локатора, это уже редактируется руками. Ну и самое интересное, это сразу генерация Page Object. На самом деле нам в Page Object нужно элементы записать сначала, вот они тут есть, а дальше сгенерить код можно по вот этим именам и по локаторам, которые находятся внутри. И вот пример генерации Page Object, используя элемент FindsBy, вот How, X-PAS, ID и тому подобное. Это все было взято отсюда, и это примерно C-Sharp. Но я знаю, что очень много Java разработчиков, и мне не составило особого труда добавить Java шаблон для генерации кода на Java для того же Page Object. Кроме того, вы можете использовать Ruby и еще несколько фич, которые есть. Ну, во-первых, как я думаю, многие догадались, шаблоны, которые тут есть, можно добавить и написать самостоятельно. Дефолтный шаблонизатор использует так называемый Razer. Это помесь C-Sharp и PHP, что-то в этом роде, значит. А зато можно написать еще свое консольное приложение, которое тоже поддерживается, и этому консольному приложению будет передан JSON-файл со всеми, с данными Page Object, и он может, вы можете через консоль непосредственно сгенерить на своем языке вот Page Object по полученным данным. Что я предлагаю изменить с использованием Page Recorder? Во-первых, целый, весь Page Object, все элементы одного Page Object вы записываете веб-браузере. Не переключаясь. Уже дальше в приложении вы, если хотите, вы можете поменять локаторы и их отдебажить. Но обычно эти локаторы работают. То есть можно сразу же генерировать Page Object уже из приложения. Ну и дальше вы просто работаете уже со сгенерированным Page Objectом, который вы уже записали один раз, и вы уже можете использовать его в тестах, в ваших атотестах. Альтернатива этому, это то, что я испытывал до написания приложения, это руками выиграть один локатор из браузера, потом его добавить в код, потом новый класс, добавить поле, там, фэнсбай написать, где-то что-то скопипасть, запустить тест весь, чтобы протестировать один локатор, вдруг не работает, и почистать затылок, подумать, где же они работают, отредактировать локатор опять в коде, попробовать его, уже посоветоваться с коллегами, и ура, заработал он наконец-то, и вот теперь нужно второй локатор записать. То есть, ну, у меня такое было. Это, конечно, худший из вариантов, но у меня такое было. Ну и время демо. Время демо. Да. Да. Да, ну, на самом деле, да, в XML и в JSON он там хранится, можно получить его в JSON. То есть, совершенно верно. Там локатор, имя локатора будет и… Он поддерживает, пейдж рекордер поддерживает все браузеры, то есть, можно с одного записать, на другом проверить. Ну, там нужно будет закрыть браузер, переключиться. Вот. Да, ну и, собственно, сама демонстрация. Я тут хочу показать два подхода. Первый подход – это мануальная запись, и первым как раз будет непосредственно альтернатива мануальной записи через, используя FirePass. Тут уже вот создан некоторый класс, там уже был написан, ну, это типа мини-фреймворк, и какая наша сейчас задача – это просто записать, взять элементы. А, к сожалению, у меня тут само было с разрешением. Так, значит, вот. И, ну, как мы пишем новые элементы? То есть, мы записываем там find.by, вот атрибут, тип выбираем, все это делается руками. И, да, вот тип локатора, потом переключаемся в браузер, находим этот элемент, вот нам нужно панельку с FirePass'ом открыть, вот FirePass показывает XPath, мы его просто копипастим, вот он есть. Ну, нормальный XPath, я не буду его переделывать, вот просто вставил, значит, и вот следующий, следующий, следующий элемент мы таким образом записываем. Я тут хотел просто продемонстрировать все боль и страдания, но это и так увеличенное видео, на самом деле оно ускоренное в два или в четыре раза, там есть разные места, потому что тут просто время доклада не выдержит, если я буду все показывать в релтайме. То есть это уже ускоренное, между прочим, видео. Но вы можете представить, вы можете поделить вдвое, и вдвое вот эту боль, значит, от записи локаторов и просто ее ощутить. Вот. И это было как раз причиной того, что я занялся этим инструментом, потому что у меня было, говоря не литературно, мне было, не, все-таки литературно уже скажу, мне было очень лень для каждой страницы, записывать эти локаторы, значит, переключаться туда-сюда, а еще тем более наше приложение работает в интернет-эксплорере. Я, конечно, знаю, у меня есть тайное знание, как дебажить CSS-селекторы в эксплорере. Там собачку нужно в поиске поставить, если что, то можете по моему имейлу обратиться, я могу вам еще раз сказать. Значит, вот. Но все равно это было очень сложно. Наше приложение, оно работало только с интернет-эксплорером, и все. Другим браузерам говорит, что поддерживается только интернет-эксплорер 5 и надскреп-навигатор. И это было… И в эксплорере там… Ну, вот я не нашел. Были какие-то инструменты, которые, ну, плагины, букмаркеры, которые работали, но все-таки в интернет-эксплорере я понял, что это очень было болезненно. Так. И вот, наконец-то, записан последний контрол. Потрачено на него уйму времени. Реально времени, наверное, было на это все потрачено около 4 часов. Значит, ну, трех, трех проб, значит. На это все, чтобы оформить и тому подобное. Фреймворк какой-то уже есть. Там какие-то экшены уже реализованы тут. Не хотелось бы просто… Вот. Есть уже этот метод в пейджопчик. Он был отдельно реализован, значит, на скрытом видео, на самом деле. Вот. И, да, тут мы его проверяем. Ага, что-то упало, кстати. Да, что-то упало. А упал тут, к сожалению, тут плохо видно на этом видео. Но упал локатор, который я записал. X-PAS. К сожалению, вот это случилось не задуманное, как что-то такое, значит. А, к сожалению, так получилось, то, что я вот этот X-PAS локатор, сейчас его найду, тут случайно поставил лишнюю скобочку, вот эту квадратную, которую я сейчас убрал. И это непреднамеренно получилось на самом деле. Вот. Я даже не хотел, у меня в планах такого не было. Но так получилось. Я решил все равно для демонстрации оставить. То есть опечатка, просто человеческая опечатка. Ну и вот прошел тест. И, ну, типа вот с этим закончили. Теперь как работает Page Recorder вот с этой страницей? Это вот он, красный. Что нам нужно сделать? Мы запускаем браузер при помощи кнопки старт. Там есть выпадающий список, но Firefox, он дефолтный, и с ним обычно все хорошо работает. Непосредственно Page Recorder с ним хорошо работает. Но поддерживаются и хорошо и другие браузеры. Значит, у нас вот есть уже записанные элементы, давайте их просто удалим, которые мы записали с таким трудом. Все, теперь у нас нет веб-элементов. Надо их перезаписать. Отправляемся по этому URL к той формочке. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Опа. И как мы записываем элементы при помощи Page Recorder? Заходим на вкладку Locators, тут запускаем специальную магию, которая называется Web Element Explorer. Вот сейчас вот она вот запустится. Хопа. И сейчас в браузер, в браузер заинжектируется JavaScript код, который поможет нам вызвать при помощи зажатого контрола и клика специальную формочку, которая вот как раз была заинжектина Page Recorder. И вот через эту формочку добавить элемент… Давай, добавляйся. Ага, сейчас, сейчас, да, тут на видео будет. Все следим за этим местом. Это десктопное приложение. Без рук, без рук. Карта, карта нет. Опа, он добавился сюда в десктопное приложение. То есть, по сути, на браузере выполняется JavaScript код, и они с драйвером общаются. И если разработчики посмотрят на то, как это реализовано на GitHub, в которой там есть тоже ссылка, то я уверен, что меня заклемят за костыли. Но, по сути, все эти костыли, они работают сейчас вот, и это позволяет очень быстро записать непосредственно нужные элементы. Так, сейчас, секундочку, последний элемент. То есть, как видите, ну, в сравнительности с той болью, которая была, это тоже ускоренное видео, но оно также было ускорено, как и предыдущее. И в сравнительности с тем, какая… Ну, тут процесс записи, получается, много безболезней, чем это было. И давайте назовем новый page object. Файл, он сохранился на диск. Это система сохранения файл. Просто, ну, временно позволяет вернуться к документу, если к page object, его можно через этот выпадающий список потом открыть. И, да, вот, получается, я пытаюсь захайлайтить элемент уже непосредственно из приложения. А тут я… Ну, просто пример, тест, хайлайта для вот этого элемента. То есть, то, что приложение увидит, и то, что связь это есть, и то, что оно нашелся. И все это делается через веб-драйвер. Ну, с инжектом там, джаваскрипта небольшого. Дальше выбираем генерацию кода. И вот у нас получается код на C-шарпе, который мы просто копируем, вставляем в приложение. И вот все те же записанные локаторы, которые были записаны с намного меньшими действиями и которые сейчас вот должны заработать. Тут нет монтажа. Монтажа, ну, они действительно, этот код действительно был рабочий. Да, просто 10 дублей. Вот человек знает. Вот. И на этом слайде я мог бы закончить свою презентацию, если бы у меня не было еще так много времени, если бы у меня не было еще целой кучи слайдов. Так, где-то переключалка. Это автоматизация настройки. Это автоматизация настройки. Автоматизация. Так, ну, это всего лишь, пейдж-рекордер был всего лишь инструментом. Ну, такая детская игрушка. Я хочу показать его в контексте, в контексте, как вы можете использовать его непосредственно в разработке. И для этого мне понадобится фреймворк, тот, который я анонсировал еще 10 минут назад, SWOT Starter. И вот, кстати, у Николая был замечательный доклад про неизобретение велосипедов и использование 2CDs. Так вот, я соглашусь, изобретать велосипеды действительно не нужно. Просто разработайте свой. Позаимствуйте, не буду говорить украдите, но позаимствуйте хорошие практики. Посмотрите, кто, как, где, что делает. И сделайте это все у себя. Ну, перепишите с нуля, почему бы и нет. То есть зато это будет полностью ваш код. А где это самое, где можно заменить чем-то другим, то скачанным чем-то, то замените. Но если что, то не бойтесь разрабатывать свое. Но просто не изобретайте это самого нуля. Вот, а, вот я сейчас подумаю, как вот интересно мне сделать такой класс, который бы один инстанс, единственный инстанс возвращал. Как бы мне его назвать и тому подобное. Но кто знает это самое. Вот, то есть просто читайте, смотрите, смотрите. И да, и у меня, между прочим, есть свое отдельное предложение по этому поводу. Вы можете разработать свое, но если вдруг у вас есть автоматизация, начинающаяся на дотнете, то вы можете просто даже не думать, а просто скачать уже готовые svd-стартеры. Как это сделали многие, ну, наверное, два человека. Ну, ладно, без меня-то один. Многие люди. И вы можете взять этот код, посмотреть его, и он релизится под лицензией Unlicensed Public Domain, которая позволяет делать с ним все, что вы хотите, даже хоть продавать. То есть у меня, в принципе, к этому не будет никаких претензий. И вот он, что есть в svd-стартере. В svd-стартере есть готовая структура. Есть реализована уже базовая работа с конфигурационными файлами. То есть это стандартные подходы из дотнета. Уже в этом своя конфигурационные файлы. Вот эта штука просто… Да, значит, не туда зашел. Значит, что есть? Есть уже демо-проект, который разделен на два подпроекта. Первый, который содержит модель page objects, test model я называю ее, и бизнес-логику. И есть проекты, которые подпроекты, ну, это сборки, так сказать, сборки или пакеты, которые уже содержат отдельные тесты. То есть это просто хорошая структура, хорошая практика структуры. Отделяйте модель, в которой page objects находятся, и бизнес-шаги, и данные. От непосредственно тестов. Так будет легче. И плюс есть еще библиотечные функции. Это SWOT Core, в которой просто есть интересные функции, о которых мы сейчас поговорим. Вот, например, есть SWOT Browser, это класс, который умеет автоматически создавать свой instance при первом обращении. Просто первый раз обратились, он создался на основе конфигурационного файла. А кто такую технику уже применял, когда браузер создается при первом обращении, и когда есть только один instance вот к этому браузеру. Ну вот, может стандартная, может и нет. Есть специальный метод, опять же, стандартная практика. Действительно стандартная практика, которая была слизана у других людей, которая позволяет отлавливать JavaScript ошибки на странице. Опять же, стандартная практика, еще раз, действительно, это одна из стандартных практик, которую я видел даже на форуме Automated Testing Info. У нас тема была специальная. Как вот сделать так, чтобы пейдж-обжекты сами себя инициализировали при помощи page-factory-init-elements. Ну и вот как раз вот тут при создании пейдж-обжекта его не нужно отдельно инициализировать при помощи init-elements. Он это делает автоматически при помощи специальной стандартной практики базового класса. Что еще есть? Есть хелперы, расширения, которые позволяют, например, дождаться элемента пейдж-обжекта. Например, вот веб-драйвер-вейт, он хорошо работает с элементами, которые были найдены по селектору by, вот в обычном, но почему-то веб-драйвер-вейт плохо работает с элементами пейдж-обжекта. Пришлось их свои написать. Wait until visible identity, один из них. То есть вот элемент пейдж-обжекта, например, txt-name, мы ждем, пока он появится, и дальше, когда он уже появится, то есть будет либо exception, либо он сделает send case. getElementText позволяет взять текст из любого элемента, из input, из textarea, из тега select. Там есть просто различные методы, которые нужно отдельно в драйвере делать. То есть есть куча маленьких деталей, ну кучка маленьких деталей. Но давайте поговорим еще о одной штуке, которая поддерживает этот фреймворк. Это поддержка смоук-тестов. И я уверен в том, что для любого приложения вы можете написать вот такой вот смоук-тест в таком режиме. Страница откройся, страница открылась. Страница проверит все свои элементы. И она проверяет, каждая страница знает о своих элементах. Мы это все декларируем руками непосредственно в самом пейдж-обжекте. И страница проверяет элементы. Что такое смоук-тест? Очень простой из двух команд. Тестирует на самом деле. Во-первых, то, что на нашем приложении путь из одной страницы доступен и возможен. То есть мы можем попасть на десятую страницу формочки из девятой. А значит и все остальные страницы тоже были доступны. Если что-то свалится, ну если какая-то страница пользователю будет недоступна, то мы об этом узнаем. То есть там даже не нужна проверка, просто веб-драйвер упадет и нам будет известно о том, что просто страница была недоступна. Значит там где-то какая-то бага есть и нужно ее завести. И элементы, самая интересная вещь, это то, что элементы страницы, вот этот тест проверяет, то, что элементы страницы соответствуют пейдж-обжекту. По сути, пейдж-обжект тестирует приложение, все элементы на той странице, точно так же, как и сама страница тестирует пейдж-обжект. То есть по сути это и есть самотестируемый пейдж-обжект, который очень быстро может провериться непосредственно. Ну и плюс автоматически фреймворком можно отловить серверные ошибки при помощи прокси серверов, например, или из других вариантов. И также я уже говорил, что есть метод для отлова JavaScript ошибок. Если вдруг неожиданная JavaScript ошибка произойдет в момент похода к странице, то это будет тоже фреймворку известно и выбросится еще одно исключение, типа вот нашел JavaScript ошибку. Как выглядит такой пейдж-обжект, который умеет сам себя тестировать? Ну непосредственно вот объявление, тут содержатся элементы, и есть у него один метод. Метод, который должен, по контракту просто должен, значит, привести эту страницу и показать. Как он это сделает, это уже неважно. То есть это уже секрет реализации. Ну вот как это программист реализует, непосредственно автоматизатор реализует, так и будет. Но после вызова этого метода страница обязательно должна появиться. Такие просто требования. И есть verify expected elements. A displayed. Да, длинно, конечно. Которое просто проверяет по списку все элементы, которые были задекларированы на этом пейдж-обжекте. Вот как выглядит. В данном случае это очень простой пример. Есть вот метод invoke, который при его вызове запускает страницу регистрации нового пользователя в Википедии просто по URL. Это очень простая ситуация. И есть verify expected elements are displayed, на которой находятся проверки для каждой декларации вот этой страницы. И вот вопрос. Неужели нам нужна каждую вот эту проверку для каждого элемента? TXT username, TXT password, TXT confirm password. Нужно его писать руками. И как раз ответ нет. Нет, нет, потому что нижнюю строчку, которую никто не видит, это мой my fault, значит, которая говорит, что нам поможет пейдж-рекордер, который в этом случае умеет, который в этом, да, в этом случае умеет непосредственно генерировать такие проверки. Плюс он еще будет рассказывать, он используется специальным шаблоном, который называется starter kit. он еще будет рассказывать, куда какой тест положить и сам сгенерирует автоматически вот такую проверку. Потому что, ну, это просто генерация кода. То есть тут особого ума не нужно. И сейчас, сейчас, сейчас покажу то видео, которому я вас готовил. Кстати, вы узнали эту птичку? Эта птичка, она появлялась на первом слайде. И да, 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 киты ее тянут, потому что другие птички не смогли ее потянуть. Да, эта птичка динозавр. Ну, а, наверное, вы уже догадались, что тестировать это будет, наверное, сервис под названием твиттер. Так. С чего мы начнем? Это с нуля мы добавляем страницу твиттера, новые страницы твиттера непосредственно в фреймворк. Начнем с конфигурации. Все равно нам нужно будет ее заюзать, каким-то образом использовать. И в данном случае мне что нужно? Мне нужен адрес твиттера, куда будет ходить наше приложение, наши тесты. И мне нужен логин и пароль. И сейчас при помощи файла конфигурации, это config.config, я добавляю непосредственно, ну, изменяю, меняю адрес главного приложения на twitter.com и добавляю логин и пароль. Потом эти данные могут быть использованы, почему через файл конфигурации, почему не хардкодить? Ну, дело в том, что вот этот файл, config.config, его потом можно будет легко подменить. Его можно, например, тестировать, один тоже скомпилированный уже код, тестировать там на бете, например. Значит, тестировать, да-да-да, пароль-то, который вы видели, вот можете попробовать потом. Может быть он подойдет, может нет. Значит, хорошо. Для того, чтобы получить данные непосредственно с файла конфигурации, нужно эти параметры объявить в отдельном классе, который тоже называется config. И вот непосредственно два свойства, можно сказать, два getter для Java людей. Много, кстати, Java people в зале. А что это я руку поднял? Достаточно много. Но это вот C-sharp, это getter, которые просто, ну, как метод, получается, работают и добывают эти property. И читают непосредственно из комплиграционного файла. Так, хорошо. Следующее, что нам нужно делать, записать первую страницу. И есть. Вот наш любимый браузер. Ну и, конечно же, любой тест, любая автоматизация. С чего начинается? Со страницы логина. Правильно? Вот. Запускаем наш уже знакомый WBL и MatExplorer и записываем кнопочки. Правой кнопкой клик и вот первый это txt-login. Следующий элемент тxt-login, пасворд, а также кнопочку и на всякий случай вот эту штуку мы тоже запишем. Вот. Сейчас мы записываем, то есть в этот момент мы записываем полностью весь page object логина. Мы не отвлекаемся ни на что другое. Мы не отвлекаемся на то, чтобы переключиться туда, переключиться обратно. А сейчас мы в данном случае мы в контексте того, чтобы записать вот page object страницы логина. И вот у нас этот page object получился. Вот элементы txt-login, txt-password, ну и button-login и тому подобное. Дальше выбираем специальный шаблан генерации. Их тут несколько и вы можете написать свой. Это svd-стартер. Специальный, который тоже уже есть в дистрибутиве page-рекодера. Тут есть интересные комментарии. На самом деле они генерируются динамически. Ну тут поставляется имя текущего класса. То есть вот эти комментарии, зеленые которые, они рассказывают человеку, который пользуется фреймворком, они рассказывают, куда нужно положить непосредственно тот код, который был сгенерирован. И первый комментарий говорил, что нужно найти pages и создать класс с определенным именем и в этот класс просто скопипастить вот этот кусочек кода до end of page object file. И вуаля, у нас готов page object. Пока что page record не может автоматически генерить их, создавая файлы visual studio. Пока что нужно делать руками. Но тем не менее у нас готов эта страница. Дальше в специальный файл, который содержит список задекларированных страниц под названием mypages, нужно будет скопипастить ту же самую строчку. То есть еще одну строчку, которая была нагенерирована. И третий шаг, последний шаг для этого page object это добавление нового smoke-теста, который тоже был автогенерирован. Мы заходим в этот файл, smoke-test for each page и опять же копипастим код. Вот, да, этот файл. И вниз, в данном случае я тут почищу еще старые ненужные тесты и добавлю тест специально для Twitter. И тут, о ужас, я кое-что пропустил. Я уже упоминал, что есть такой метод invoke, который нужно реализовать. К сожалению, в этой редакции видео я его пропустил, мне не было времени его добавить. И вот как он был реализован. То есть если страница существует, такая штука тоже есть, значит, то мы… не существует, если страница, то мы открываем ее по URL. И опять же была автогенерирована, вот в page object, я на это хочу сейчас обратить внимание, вот эти элементы, проверки непосредственно для каждого элемента на странице, они также были сгенерированы при помощи page recorder. а тест первый мы запустим, когда задекларируем вторую страницу. Вторая страница будет main page, но мы не будем декларировать каждый элемент, нам нужно будет добыть только две кнопочки. И на самом деле нам нужно будет тут вот эта кнопочка, которая открывает сеттинги. На самом деле она открывает менюшку сеттингов. И один айтем. То есть в принципе можно page object не сразу все записывать, а записывать только то, что либо нужно, либо удобно. Некоторые page object, которые представляют некоторую одну целостную небольшую часть, их очень удобно записывать все вместе. А те page object, которые представляют что-то большое, непонятное, как main page для твиттера, то можно оставить на потом некоторые части записи. И вот у нас есть всего два элемента. И тут я его протестировал, и тут мне вот открыл даже его в доме, это уже в page recorder, это дом страницы HTML. И тут мне не понравился локатор. Я его поменял, этот локатор, и решил еще раз перетестировать. Ну и заапдейтил непосредственно вот этот элемент. А, ну вот, вот этот settings. Теперь редактируем вот этот. Тут этот локатор, ну, никак не пройдет. То есть он хоть там и по идишнику что-то нашлось, но вот эта штука, она не прокатит. Эти A1, B2 и тому подобное. Надо что-то менять, и на самом деле у этого элемента есть property, вот эта data nav settings, которая лучше соответствует, лучше соответствует его нахождению. И я тут меняю тип селектора на css-селектор и использую непосредственно вот эту property. Также апдейты. И все это применилось на непосредственно page object. А теперь давайте просто уберем все лишнее, потому что вот этот метод verify expected elements displayed, он, да, содержит, как я уже говорил, проверки вот на все эти штуки. Ну, я там убрал часть, просто тот элемент, который не нужно проверять. Так, мы запустим наконец-то тест. А, нет, сейчас мы наконец-то, вот сейчас мы еще реализуем invoke. Вот еще чуть-чуть я запущу тесты. Мы реализуем invoke. Invoke должен обязательно открыть эту страницу. Это его задача. Как он это сделает, это уже не важно, то есть просто у него есть такая задача, открыть страницу, когда он будет вызван. Так вот, как он сделает? Он проверяет, ли эта страница уже отображается. А отображение страницы учитывается тут в этом методе. Если не отображается, то мы вызываем логин страницу, делаем для нее invoke, для предыдущей страницы. И дальше мы вызываем метод логин, которого еще не существует, но который сейчас вот я добавлю. Ну, он, собственно, был вызван. Тут он, да, это, тут он реализует, выбрасывает exception, not implemented. И сейчас я еще логин реализую в логин страницы. Сложно, сложно, но можно. Вот, ну, в данном случае это обычная задача. Это логин на Twitter, и вот сюда просто заполняются поля. И тут кусочек отрезан. Но будем считать, что этот метод реализован уже точно. То есть нет логин у страницы Twitter login page, логиница непосредственно заполняет поля формочки. И сейчас мы это увидим. Мы дополняем, мы добавляем еще раз еще один тест, smoke test. И у нас уже есть два smoke test за эти, сколько там получается прошло, за эти 9 минут. Уже два smoke test есть, и уже хоть как-то приложение тестируется. И мы даже сейчас их запустим. И у меня тоже, кстати, подсветка есть при обращении веб-драйвера, о которой Алексей сегодня упоминал. Но другая, чуть-чуть другая реализация. И вот как тестируются эти элементы. Все элементы, которые там непосредственно дергались, они были подсвечены. И то есть все, по крайней мере, один вот этот тест работает. Ну и я попрошу еще потерпеть, потерпеть вас еще одно добавление страницы, которое уже сольется в полную картину всего этой штуки. Это огромнейшая страница с огромнейшей формочкой. Ну, может быть, не такой огромнейший, может быть, и побольше есть. Значит, это страница сеттингов, вот account settings. И вот таким вот образом довольно быстро, это вы понимаете, видео ускоренное, довольно быстро я записываю все элементы. Они автоматически, вот чисто из окна браузера добавляются. И я просто не трачу время на ковипаст огромного количества локаторов. То есть пейдж-рекордер это все упрощает. Так, ну с этой кнопочкой у меня не получилось, сразу признаюсь, потому что она была задисейблена. Это можно перебороть, но у меня не получилось. Значит, и вот получился последний третий пейдж-обжект. И опять мы его генерируем. И опять начинается марш по его добавлению. Да, создаем нужный файл. Туда копипастим сгенерированный код. И уже будет скоро у нас три теста. Три теста, которые вот в конце видео я собираюсь, не скажу, не скажу. Что-то я с ними собираюсь делать в конце видео. Значит, и это что-то будет связано с интернет-эксплорером, который сегодня вспоминали. И там будет сюрприз. Как раз, как на Олимпиаде. Это реализация из-дисплейт. В из-дисплейт просто я проверяю. То есть у пейдж-обжекта вот эта штука из-дисплейт, она возвращает true или false, существует страница или нет. Как она делает это? Она просто пытается найти тот элемент страницы, который уникальный для этой страницы, который может как-то ее идентифицировать. И если этот элемент есть, вот тут вызывается can be found, это тоже метод фреймворка свой. То есть если этот элемент есть, значит и страница вот эта текущая существует. Ну, для более сложной ситуации используются более сложные условия. И вот опять же invoke. Вот этот invoke уже вызывает страницу twitter-main-page. Значит, и сейчас мы запустим… Да, в пейдж-обжекте… Реализуем тут еще у twitter-main-page go to settings. Довольно сложным методом кликания. Но потом, как это окажется, как это оказалось, можно было бы поступить значительно проще. Почему я так сделал, я не знаю. Ну, это метод реализации через экшены, которые, я признаюсь честно, у меня не сработал. А сработал обычный клик по веб-элементу. Но тем не менее, twitter-main-page мы реализовали go to settings. И по сути сейчас у нас должна быть… Да, добавляем эту новую страницу сайтингов, аккаунт-page в список наших задекларированных page-обжектов. К ней потом будет легче обращаться. И добавляем последний, третий тест. Так, вот он есть. И сейчас… Сейчас мы прогоним только один вот этот тест. Все проверки делаются. И вот… Хорошо. Тут вот я говорил насчет экшенов. Как раз вот тут не сработало. Я забыл этот кусок убрать. Значит, да. Я это все делал в go to settings, метод page-обжекта переделал. И все-таки… А, не-не, в данном случае тут я добавил еще один метод, который позволяет из предыдущей страницы ожидать следующую. То есть на самом деле тут из предыдущей страницы, которая twitter-main-page, вызывается метод mypages twitter-account-page wait for open. То есть сама страница twitter-main-page ждет, пока же она откроется. Это мне не хватило как раз таймаута в этот момент. Это просто отдельный экшен для page-обжектов. Ну и как я реализую, я просто буду ожидать вот ту самую последнюю ссылку, link deactivate-account, пока она не появится. Есть wait until visible, который я упоминал. И это будет следствием того, что страница запустилась. Ну, к сожалению, стандартные ожидалки веб-драйвера на твиттере не получились, потому что твиттер – это более джевоскриптовое приложение, и некоторые стандартные средства просто не работают. Запускаем этот тест. И вот она, долгожданная проверка каждого элемента на его существование. Некоторые элементы не подсветились, потому что не получилось стиля поменять. А теперь интересно, как долго будут идти все три теста. На самом деле в этом подходе, подходе с инвоками, подходе из дисплея, заложена такая штука. То есть если страница уже была открыта один раз кем-то предыдущим тестом и не была, ну, собственно, закрыта специально, то она будет переиспользована. Поэтому сейчас пройдут на самом деле все три теста, но не будет трех открытий браузера. То есть эти тесты будут переиспользовать. И это все возможно в фреймворке, который уже есть. Ну и самое интересное, это во всех браузерах, как мы протестируем во всех браузерах. В Firefox уже мы знакомы. Давайте Internet Explorer. Кто заказывал Internet Explorer? Как это делается? Как это делается? В файле config, который есть в проекте, мы комментируем браузер tab Firefox и ставим браузер tab Internet Explorer и перекомпилируем непосредственно фреймворк. Ну, код перекомпилируем. Запускаем все три теста. И вот Internet Explorer. И вот у него подсветилось. Он, конечно, тормозит. Вот оно подсветилось. Вот еще и вот джаваскриптовая ошибка. И это была джаваскриптовая ошибка, которая была непосредственно в Твиттере где-то там. Я не думаю, там был такой файл. Сейчас, кстати, появится. А знаете, как я испугался, когда это видео записывал? Это уже 40-ая минута была. Я решил показать. И вот этот файл, по-моему, мне так кажется, что это реально была какая-то ошибка, несовместимость именно Твиттера. И она была вот так вот отловлена уже тремя тестами, которые только что написали. Мы уже можем баг-репортить в Твиттер. Да, но не будем о плохом. Возьмем Chrome. И просто демонстрация того, как тесты работают в Chrome. Тут ничего абсолютно нет интересного, потому что они работают просто. Ну и быстренько. У меня уже осталась минус одна минута. Значит, вот заходите на сайт svdtools.com. Там есть ссылки для скачивания. Сейчас я быстренько пройдусь по оставшимся слайдам. Их мало, их мало, мало, очень мало. Значит, так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас вот автоматически подгонится экран. Выводы. Пэйдж рекорда – это все в одном флаконе. Он позволяет и записывать, и генерировать пэйдж обракто. SVD стартер – реализованные хорошие практики, которые вы просто можете себе позаимствовать. Есть статьи на хабре. Заходите, когда будут слайды доступны. Они скоро будут доступны. Есть статья, которая описывает пэйдж рекордер. И есть статья, которая с видео описывается по стартер-кит. Главная страница. Там очень мало документации. Я пытаюсь ее на английском писать, у меня это плохо получается. svdtools.com. Но там, по крайней мере, есть самые главные ссылки на скачку. Ну и спасибо за внимание. Вопросы? При помощи пэйдж рекордера… А, повторю, вопрос. Да, я сейчас повторю. Можно ли айфреймы словить при помощи пэйдж рекордера? Да, пэйдж рекордер позволяет словить айфреймы. Он динамически их сначала ищет, а потом может переключиться. Это недавняя фича пэйдж рекордера, которая позволяет это делать. То есть можно. Notification, который сразу… Вот тут будет проблема. То есть надо просто, чтобы человек… Да, вопрос. Notification, который появляется на 2 секунды и сразу исчезает. Но на самом деле тут нужно договориться с программистом непосредственно, чтобы они как-то от notification или css. То есть тут и этим… Этим инструментом вот так вот сразу переловить вот, ну, пока нельзя. Слушай. Вопрос, да, повторяю. Есть ли в планах перевести это все в extension для того же Firefox? Сразу отвечу. Вот я специально не делал плагинов для Firefox или для Chrome, а непосредственно делал Connect из доступного приложения, потому что у меня есть просто больше силы, значит, и больше возможности что-то сделать. То есть в данном случае вот есть инструменты Selenium IDE и Selenium Builder, и они сейчас, потому что они плагины для Firefox, они больше долгое время ни с кем просто нигде, кроме Firefox не работают. А Page Recorder, например, может за счет своей архитектуры непосредственно, он сразу же может работать вот непосредственно и с native драйверами, которые встроены в C-sharp, и с remote драйверами, и он может работать с любым бразером абсолютно и представляет точно такую же функциональность для работы. То есть нет, скорее всего. Сейчас, ну, сейчас, да, он существует только под Windows, но там у меня есть Workaround 1, вы можете бесплатно виртуалку от Microsoft скачать, называется она Modern AI, и сайт у них есть такой Modern AI, значит, и там есть бесплатные VirtualBox имиджи, которые в тестовых целях можно скачать бесплатно, и как раз это и есть тестовые цели. Да. Совершенно верно, там это редактируется при помощи, вот я сейчас просто, не, я сейчас не буду показывать, но хорошо, значит, можно, можно его отредактировать текстовые файлы, в принципе. А, прошу, да, вас. Я понял, да. Кстати, есть конкурирующий продукт, который называется тоже там PageOption Generator, который там другим человеком был использован, который есть такой подход, в принципе, но вот этот подход мне не нравится лично. Почему? Потому что я не могу определить границы самого PageObjectа. И имена там непонятно, как можно сгенерировать имена. Вот у всех, не везде есть идишники, просто этот способ, он только в ряде случаев может работать, но в большинстве нет, к сожалению. Прошу вас. Я понял, ну, просто повторю, если автоматическая генерация селекторов, то есть правка, да, такую штуку, в принципе, запрашивали, ее пока нет в данном случае. Я не знаю, или буду ее делать, потому что при помощи вот этих verify вебаламентных, ну, вот этих verify, короче, вот этих вебаламентных страниц, их можно в коде непосредственно средствами фреймворка определить. Можно ли при помощи рефлексии написать отдельный метод? Можно, да, совершенно, это существующая штука, но рефлексия, они, это магия, то есть это можно, но это можно сделать, но просто вот, а когда нам нужно убрать тот элемент, который не нужен, например, тут уже получается сложность, там надо еще свои испытать, но это действенный вариант, то есть это можно сделать. Прошу вас. Зависание, ну, были крэши, были, но вроде бы что-то пофиксило. Если вы найдете зависание, значит, то есть там страница на гитхабе с багами, можно зарепортить. То есть если будут, я не видел, я разработчик, я не видел. У меня все работает. У меня все работает. На моей машине все работает. Время истекло. Если что, можете найти меня в коридоре и завтра. Спасибо большое.